В Балахнинском мировом суде продолжают выяснять, кто же виноват в драке, произошедшей в апреле прошлого года на трассе в Нижегородской области. Водитель «Газели» совершил обычный обгон. Тот, кого обогнали, с таким маневром был не согласен и решил восстановить справедливость кулаками. Теперь оба водителя встречаются уже в другой обстановке, в зале суда. С очередного заседания репортаж Анастасия Шибашовой. Один обогнал, другому это не понравилось. В результате драка сломанные зеркала и судебное разбирательство, которое длятся почти год. Этот инцидент произошел в апреле прошлого года по дороге в Балахну. Водитель легкового автомобиля возмутил тот факт, что его подрезали. Сначала он пытался обогнать «Газель» по правой стороне, нарушая правила дорожного движения. Тем самым накаляя обстановку и в итоге довел дело до конфликта. Спустя год история практически повторилась в суде. А кто же вас подрезал? «Газель». А кто? Исходя из записи я этого не видел, поэтому я спрашиваю. А, вы не увидели исходя из записи? Вам нужно было пересесть немножко тогда поближе. Я извиняюсь, я вижу, вы, может быть, неправильную ситуацию разобрали у вас. Очки вам не позволили. Ваше зрение немножко правильно не увидит ситуацию. Агрессивное вождение очень часто становится причиной аварий. По мнению сотрудников ГИБДД, справиться с хамством на дорогах практически невозможно. Единственный выход – не связываться с агрессорами. По возможности предвидеть их опасные маневры и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Сейчас современные гаджеты предоставляют достаточно много возможностей для видеорегистрации всех событий. Поэтому приобретите видеорегистратор, который фиксировал бы ситуацию. Определить дорожного агрессора, как утверждают психологи, очень просто по следующим признакам. Резкое свизгом шин начало движения, оскорбительные выкрики и жесты в адрес других участников дорожного движения, постоянная подача звукового сигнала и безосновательное перестроение с одной полосы на другую. За агрессивное вождение в некоторых странах, например, в США, можно лишиться свободы. В России же за подобные мелкие нарушения пока не наказывают. Но, возможно, совсем скоро водители ждет новый штраф за агрессивную езду. Вопрос уже обсуждается в Государственной Думе. Битва полов на дороге – отдельный вопрос. Известно, что мужчины ведут себя за рулем агрессивнее женщин. Согласно опросам, только 57% мужской половины человечества заявили, что стараются водить осторожно. Среди женщин такое отношение отмечено у 75% респондентов. А на обгон решаются лишь 15% женщин и каждый четвертый мужчина. Из-за хамства на дорогах страдают не только водители, но и пешеходы. И сейчас я проверю, как быстро мне удастся перейти дорогу в положенном месте. Во-первых, перейти дорогу мне сразу помешали машины, которые были припаркованы прямо под знаком. Во-вторых, если стоять на тротуаре в безопасном месте, то никто даже и не догадается уступить дорогу. «Только в наглую, рискую собственной жизнью мне удалось перейти через дорогу». Также стоит помнить, что отвечать на хамство хамством не стоит. Адекватно реагируйте на любые изменения дорожной ситуации и всегда оставайтесь людьми. Анастасия Шибашова, Максим Жалыбин, Алексей Соколов, Служба новостей город.